В Крыму установят памятник, посвященный уроженцам Чувашии, которые погибли при обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Над монументом работает знаменитый чувашский скульптор Владимир Нагорнов. В его мастерской побывала наша съемочная группа. У скульптора Владимира Нагорнова горячая пора. Над монументом скорбящая мать. Он трудится в две смены и днем и ночью. Сейчас работы выполнены только на 50%. Фигура уже наполовину в гипсе. На днях скульптор начнет переводить ее в камень. Я подумал, как бы больше национального найти. Есть такие головные уборы, как хушпу, какие-то повязки и так далее. Они все-таки с украшениями. Это праздничное. Но мне хотелось глубину и простоту. Вот сурбан – это такой головной убор, который, мне кажется, очень древностью ходит. И очень пластически красиво. И очень дает сильный такой образ. На груди – это вот такой вот элемент. Это и как оберег, и как, как сказать, мироздание, которое дает женщина, каждая носила чувашская женщина на груди. Минимум там каких-то элементов украшения. Установить в Крыму памятник уроженцам Чувашии, которые погибли при обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, было решено в прошлом году. Во время рабочей поездки делегация из Чувашии на полуостров. Проект монумента за короткое время был согласован с властями Крыма. Кроме того, чтобы мы подписывали и подготовили документы, на уровне парламента решить, где будет стоять памятник уроженцам земли Чувашии, погибшим во время обороны и освобождения города Севастополя. Четырехметровая фигура скорбящей матери будет расположена на возвышенной местности близ города Севастополя, в районе Балаклавы. У подножия монумента установят памятные таблички с именами погибших воинов. Скорбящая мать, которая скорбит потерями своих сыновей, а у нас там потери точно никто не может сказать, более 300 уроженцев Чувашской республики, только Чувашской республики, не считая других регионов. И мы решили увеличить память, там возвышенность, как раз шли там ожесточенные бои, и мы как раз там решили, выбрали место, очень хороший холмик, место просматривается. Сегодня работа ведется успешно и ведется работа. Уже сам макет сделан, материал закуплен. И мы планируем при случае, если мы средства наберем, планируем в августе вместе установить и открыть памятник. Памятник будет построен в традиции чувашского народа Неме на средства добровольного пожертвования. Стоимость всего комплекса составляет около 6 миллионов рублей. Жители Чувашии также могут принять участие в его строительстве. Чувашский национальный конгресс открыл целевой счет по сбору средств на установку памятника.